Мы их из этой дыры достали, мы их в эту дыру обратно вернём, сказали гномы и пошли в атаку на адскую дыру. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, что ж, Гром Бриндал может сейчас за шкирку, в принципе, вытащить весь гарнизон в поле, и, наверное, это будет проще, и, наверное, это сейчас будет лучше. Всё-таки раньше, если во второй вахе, ну, когда вышки были только на стене, это, ну, на мой взгляд, было проще порой сражаться, штурмовав город, а не разбираясь на улице с ними. Сейчас же вышки внутри, ну, зачастую очень, очень даже сильно усложняют жизнь. Тут, тут никуда не денешься. Кстати говоря, может быть, после гномов всё-таки поиграем за Катарину. Может быть. Посмотрим. Сейчас, в любом случае, главное, на ВК Play Live стримы, чтобы поддерживали высокий онлайн. Ну ладно, вернёмся. Вернёмся к нашим мыслям. Ну, кстати, здесь, я думал, лично сейчас он заставит нас разыгрывать. Я так готовился, думал, он поверит в гарнизон. Нет, он говорит, вообще изи вин. Ну окей, отлично. Изи вин, так изи вин. Давайте сделаем так. Оккупировать адскую дыру. Мы снова дома, сказали гномы. Почувствовал себя прекрасно в этом поселении. Так. Здесь есть артиллерия. Есть, ну, наверное... Обзор на карте компании, все армии в этом и соседних регионах. Ну, конечно, обзор будет обалденно сейчас помогать. В этом смысле есть что-то. Ресурс нести. Ну, где-то стен это возвести надо, да? Правильно. Давайте, ладно, здесь. Или не здесь? Или все-таки здесь? Или все-таки там? Так. Ладно, егеря. Я с вами. Давайте егерей отправим на отдых. Здесь даже улучшим постройку. Ну и ждем, возможно, Азазелину в гости. Вполне возможно, он сейчас к нам придет. Наставника, пока тебе нельзя качнуть. Это на следующем уровне, по идее. Только откроется. Здесь мы... Ну, окей, ладно. Руну. Руну. Руну, руну, руну. Руну, руну. Руна гривнира берем. Все. Ну, с Громплинталом быстренько разобрались. Я думал, тут будет сложнее битва. Вот здесь... Тоже, кстати, у нас верят. Ну, мне нравится. Сегодня мы продвинемся, похоже, дальше. Сегодня мы продвинемся прям хорошо. Казна. Казна... Мы даже на этом фоне сделаем, наверное, вот таким образом. Сейчас посмотрим, что тебе можно обновить из шмоток. Какие-нибудь тебе обновочки подтянем. Подтянем партяночки тебе. Так, талисман. Тот же талисман. Топор палача. Доступ к раскалывающим атакам и силы оружия плюс 20. Но атака уменьшается. Это... Ну, не самый лучший, наверное, вариант. Подожди. Ой, блин. Тут же не так это надо делать. Это ж... Если я хочу объединить, не просто так. Тык-тык. А вот так тык-тык. А, ну и кстати, это чревато зачастую вылетами. То есть могли подремонтировать уже все-таки окончательно. Могли опять забить. Так что лучше профилактические сохранения делать. Потому что, ну... Пусть и ничего-то сейчас мы лично не разыгрывали, ну, как-то приятного мало. В любом случае. Руны перерабатывать, кстати, нельзя. Дисциплина противника. Но у тебя есть чё почём там руны. Ну, от венец командования. Сопротивление заклинаний минус 20. Ну, давай, возьмём такое. По идее, с рунами это будет тоже работать. Я надеюсь. Вот гигантский клинок ему дадим. Будешь хвастаться своим гигантским клинком теперь ходить. И талисман. Талисман, талисман. А талисманов у меня вообще нет. Ладно, хорошо. Заглянем в кузницу. Железо наковали много, да? Накопили приличным. Талисман. Можно даже вот, кольцо гримнирос. Дисциплина, атака в ближнем бою, влияет на союзников. Сопротивление физическому уровну. Ну, давай вот это вот возьмём. Заслужил. Верная служба своей со служим. Оп. Есть контакт. Теперь смотрим твоего друга. Ему тоже надо что-то закинуть в топку, а то он вообще ходит без штанов практически. У меня много героев ходит без штанов сейчас. И всё равно всеми заниматься я сейчас пока не планирую. На самом деле такой секрет. Но по мелочи можно. Тоже есть гигантский клинок тебе. Он, правда, бесполезен, поэтому оружие дал. Ну, какое есть. Венец командования. Пусть будет. Руны защиты в ближнем бою. Руна есть. Можно руны, кстати говоря, вообще в целом ещё посоздавать как раз для второстепенных персонажей, для героев. Потому что почему бы и нет. Подмастерье. стоимость найма артиллерии. Совсем такой себе вариант. Если честно. Нам снова нужен талисман и рун. Сейчас укомплектуем эту армию, а потом по мере возможности будем заниматься остальными. Сила оружия. Кстати, знаете что? Мне кажется, вот это ускорение перезарядки, сопротивление заклинаниям, сопротивление выстрелов. Сумка егеря. Ему это будет как раз для стрелка специально талисман. Руны, руны, руны персонажей. Доступ к огненным атакам. Преимущество против крупных. Снижает скорость и защиту в ближнем бою. усиление натиска. Урон оружием сквозь доспехи. Скорость. Давай, наверное, сейчас мы возьмем скорость. И мне придется бегать. Нет, нет, медведь. Где эти? Старшая руна прохода в ноги. И талисман. Сумка егеря. Замечательно. Так, ну и последний, друг твой. Великий кователь рун. Давай, гигантский клинок тоже, чтобы не один этот ходил, тот хвастался. Доспехи и удачи удачны. Мы так их заполучили как раз, когда у меня не было вариантов. Старшая руна страха. Но это все фигня, честно говоря, уже. И хоть продавай. Мастер гильдии хоть какая-то польза. остального даже нет. Окей. Смотрим талисманы. Фляга ветерана. Посмотрим что-нибудь получше. В битвах против скавенов преимущество против пехоты заклинанием скверно. Спас бросок зверолюдов. Но скавенов, к сожалению, нет. Сопротивление огню. Спас бросок. Пятерку можно взять. Или наверное ну ладно. у меня тут не хватает. Кстати, обсидиан изделия. У меня их еще нет. Через торговлю не открыл. Как так? Да из империи я должен торговать, чтобы керамику получить. Помню, что в столице. Не знаю почему, но вот этот ресурс я точно помню, что там есть. Как-то так получается. вторая память работает. Давай возьмем тебя. Даем тебе еще зачарованный предмет. Сопротивление урону, свойство несокрушимость. Так, скорость наручи. Урон от выстрелов. О, подзорная труба, кстати. Давайте возьмем сейчас подзорную трубу. Она же как раз на Эперам будет классно заходить. сумка егеря и вот этот вариант подзорной трубы топового. Влиять на союзников в зоне действия про доступность и поражение в ближнем бою. Давай, если тебе будет плохо, ты как раз вот этим и воспользуешься предметом. Руны персонажей, аруны персонажей. Все замечательно. Руна ожога. к тебе идем. Возвращаемся. Сумка егеря отлично. Венец этот отставить. У меня для тебя подзорная труба. А ты скорость получи. А ты скорость получи. От ожога защити. В ближнем бою защиту получи. Венец командования нет. Талисман. Вот таким образом. Ну и все. Ну а со спутниками мы ничего не сделаем сейчас. Их просто напросто нет. замечательно. Такую вот работу проделали. Я на самом деле поэтому большинству и ничего не назначаю. Потому что это долго ты сидишь выбираешь переназначаешь что-то используешь. Тут мы можем сейчас объявить войну дричи. Но я буду на нейтральных землях нет. На нейтральных землях здесь восстанавливать потери не буду. Здесь дричи вдобавок ко всему лично. Ну ладно. Постараемся сейчас проскочить. На следующий ход наверное лагерем пойдем. чтобы восстанавливать. Здесь замечательно все сложилось. Плюс минус у нас минус плюс. Чтобы тот тоже прокачался. Чтоб тот парнишка тоже качался останется останется хиленьким. Возвращаемся поселение. строим восстанавливаем. Тут недолго я думаю будет музыка играть в плане того что у нас единая провинция это ненадолго. Ну а теперь как мы поступим? Тебе надо обновить армию. Занимаемся. Это долгобороды. Парочку железоломов берешь. так 1 сверху двоих огнеметов. У меня тут стрелков уже получается даже многовато на самом деле. Ну перебор как-то да. Давайте наверное забияк сюда уберем. так ну один вертолет забирай. Таким образом сделаем один вертолет который мы тут же распускаем и назначаем сюда снайпером. Замечательно. Следующий кто готов мы тобой ходили до прошлой серии гору горю горюк 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 и горюк как любят орать гномы практически как и и и но у нас чума по факту сейчас идти на свои территории точно не стоит надо бы заражать вас хотя это чума скавинов она же не заразит никого от слова совсем но если зайти в железную скалу тут двумя стеками на нас нападут это прям железобетон то есть я предлагаю наверное все-таки сделать следующим образом 50% тут 70 фигаси захотел 70 до полтинник возьми и будь доволен хоть этим то 70 номинально где-то есть но туда армия зайти не может так а у нас что здесь получается это снайпер и этот маг идут на помощь тор гриму заходят к нему этот судя по всему уже должен будет сесть тут раз это чума тут так вмешалась то немножечко переиграем холмы но здесь даже порядок вообще замечательный такой порядок пока дополнительные казармы не требуется ладно здесь все-таки возведем караказу нам поломали ладно уничтожим хотя может быть это и останавливало его от уничтожения города то есть не исключено что искусственный интеллект какой-то в этом плане есть стимул разрушать не разрушать доступен форпост девчат но хотепа как забьют я знаю куда вам поставить на самом деле куда перенести его давай хотя б сюда пока что поставил цель для защиты так экспедиция экспедиция форпост строится а здесь есть несколько заданий но посмотрим что они хотят победить эльфов просят давай рано или поздно все равно это придется сделать здесь хаусню блин все таки думаю победить армию хаоса тут будет реальней гром брендал у нас прям очень-очень рядом правда тут все равно он бретонцы хотят предложить нам работу по скавинам на юге кармак давайте кармак его с большей вероятностью мы тоже уничтожим доступен форпост а это еще у нас точно новоиспеченные союзнички родники вечности либо кровавый чертог но кровавый чертог держаться будет лучше в случае чего давайте туда и отправим дополнительный стек а у рейкландо принял хорошо началось строительство сдаем спустя столько времени битв не было но мы многое сделали и только сейчас даем тоже важно тоже нужно тоже нужно иметь ввиду ох какой стек кислевицкий любо любо дорого смотреть но вообще кстати говоря играть закислив без ну возможности возвести стены в любом поселении даже маленьком это жестко это будет вообще в целом так-то неприятненько согласитесь как не посмотри на это дело приятного будет мало сартосу гномы отжали давненько там уселись они хорошенько уселись но с дричей не избежать столкновения но в идеале сейчас мы будем сталкивать лбом с лбами союзников и дричу ну естественно и сами будем с ней воевать только через два хода в идеале в идеале только через два хода то есть на этом ходу мы еще подходим поближе к поселению архаона на следующем мы должны его взять а потом уже разнести врага так наши войска заметили до того как мы успели напасть впрочем мы можем напасть но тут в любом случае нужно нападать на самом деле ближняков практически нет руна стоицизма указан отряд превосходная защита от натиска свойства бесконечный запас сил указанный отряд бесконечный запас сил ладно давай постоянная способность старшая руна спас бросок плюс 10 попробуем на вас усиление натиска пусть вам добавляет разрывную руну снижающую дисциплину врага отряд артиллерии у нас нет артиллерии у нас нет постоянная способность старшая руна стром не атака в ближнем бою отряд не персонаж хотя может ну ладненько столкнемся сейчас с ними шанс выиграть есть хотя если бы поймали в засаду мы бы их точно выиграли вот в засаде мы бы их идеально выпотрошили а сейчас посмотрим по рельефу что здесь если это холмы или какие-то постройки за которые можно зайти мы выиграем если нет мы проиграли потому что все-таки огневая мощь у них лучше бьют они дальше а нам еще и с монстрами нужно расправляться каким-то образом пехоты нет в общем ничего нет но гномы держатся пока постройка то есть но мы здесь в данном случае все не припаркуемся на возвышенности правда можно все равно встать тут в нашу пользу сыграет то что пулеметчики не смогут расстреливать была возможность сюда отойти не в целом то мы еще можем встать вот тут но это небольшой такой группой а тут мы скажем всем прям всю армию спрячем рельеф пока не вдохновляет о ущелье прям рельеф не вдохновляет но пулеметчиков хорошо можно скрыться и от вот этих орудий получается артиллерия и снайпера еще будут по нам работать пушки крыслинга снайпера ну вот отряда их два должно быть да ну вот они да прям по центру вертолеты отходим назад нам нужно максимально быстро сюда прибежать артиллерия начнет стрелять сразу протяженность вот этой скалы дальше лучше больше и обеспечивает нам какой-то просто она но к ней нужно будет бежать в любом случае рискуй да что мы еще тут сейчас поставим отряд прям такой же группка их перетащим терми «коррол Ads» и «коррол Ads» врундас врундас преле врундас вы демонстриот уровня и врундас 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 так можно сейчас вертолеты немножко раскинуть шире пусть они ну как бы отвлекают какую-то часть под обстрелом и суда эти не будем уже уже чуть приятнее но вот эта артиллерия сможет лютейшим образом сейчас по нам бить героев выбьют у тебя еще ударного заклинания нет отвратительно кота то есть нам нужно спровоцировать его причем как бы нападаем мы может сейчас воспользоваться ситуацией пока у него перестроение и ударить по какому-нибудь флангу давайте наверное сейчас резко меняем свой план прям резчайшим образом выиграть ну наверное если получится то нам должно отчасти в чем-то повести чтобы выиграть давай шустрей давай шустрей так вот стрелки с варп джизайлами разворачиваются сюда одни блин как же больно это артиллерия бьет просто отвратительнейшим образом ладно останется здесь так ну монстров мы сейчас должны выпотрошить отлично вперед сюда давайте убить героев она по крысе вы сейчас будете бить эффективней просто в раз и и аннигилировали вперед вертолеты пока отвлекают кстати говоря вертолеты пока отвлекают может быть огнемет и вытащить вперед давай 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 вперед выжигаем так шансов на победу не так много поэтому самое главное сейчас все равно уничтожаем эту плюху если вертолет вернулся вообще будет замечательно сейчас погонять вот этих чертей то есть отдать приказ об атаке если они среагируют у нас есть еще шанс выиграть самом деле шанс все равно останется так отлично вы убиваете полководца давай 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 шанс выиграть небольшой но вертолеты здесь этих начинают гонять поэтому на самом деле ну что-то у нас еще может и будет сейчас потеряем все нас добьют к чертям легко и просто блин своих же гномов сожгли ну а тут блин этот прорвался обидненько отрядик но в целом дальний бой у нас живой то есть на самом деле здесь еще есть хороший вариант иди в бой ближний бой вот этот отряд конечно если прижал бы сейчас было бы топово блин вернулся вражеский полководец вернулся так в ронга сдавайте в ронга сын вперед гномы еще могут еще велики могут активнее 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 опять полководец вражеский возвращается но ничего мы даже разобьем их все-таки не говори гоп пока не перепрыгнешь к конечну да и само прохождение за скавинов на это намекало не раз но мы выиграли все-таки приняли правильное решение что нужно было в этот момент прям вырываться вперед и штурмовать его ряды потому что тут бы нас артиллерия аннигилировала мы бы очень плотненько стояли он на контратаку не рассчитывал даже многих уничтожили артиллерия осталось на ходу снайперы одни как минимум точно на ходу так вот эти сфероносцы тоже на ходу три пулемета тоже на ходу под вопросом один снайпер и все то есть мы уничтожили отряд сфероносцев один двух монстров трех даже до крупных если крысу считать большую одного пулеметчика и одного монстра может быть к этому списку добавился сейчас снайпер посмотрим если снайпер добавился то было бы конечно козырь 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 в духе гном кстати говоря учитывая что гномы как-то любят повторять слова кого-то это напоминает да да что-то знакомое но не могу точно сейчас определись кого-то напоминает так она не суть важно кстати все таки снайпера уничтожены все таки пулеметчики тоже остался лишь один и вар джизайловая пушка да варк молнии тоже тоже уничтожен от армии немного осталось и армия будет уничтожена во многом потому что сейчас добьет вот эти вот отряды сто процентов чума там и полководец сейчас от чумы скорее всего умрет если он доживет до следующего хода я могу спасти только заменой караказу ну вот я уничтожил подземный город и напал другим хотя это другая армия вы другая фракция опять ускорение это ты гляд оттожмись он не стал захватывать он упростил мне работу то что он не захватил это значит считая уже проиграл что дальше мы его подожмем дальше мы его точно подожмем но мне нравится как складывается вот этой компании в плане там имперцы отправляют так далеко свои войска чтобы помочь есть свои там павлики морозовые бородатые на них мы обращать внимание не будем сейчас так гарнизу а он решил напасть на это поселение но хорошо тамара у тебя услышали мы тебя услышали тамарочка будем значит тебя бить будем обязательно все в лучших традициях так воинство скорби мудрича уходит из этих земель сама может быть она сейчас пойдет но было бы на самом деле неплохо сделаем один из городов архаона так нам в итоге вообще не придется даже штурмовать да нам придется отстраивать заново но не прессу не он видите не пережил сейчас же в отличие от 2 вахи если остается чуть-чуть то ниже уже не опустится здоровье сейчас если опустилась ниже то все лорд лапки склеивать ну вот у меня есть 37 лево а это не он же случайно не логан грюн зон не там по моему 7 лево да 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 там прокачанную чуть-чуть был совсем цитадель сумерек смерть на службе победить следующего трот нечистый поднять знамена совершить налет на любой регион принадлежащие следующий раз и зеленокожие процессе великого вихря вызывало колебание ветров дисциплина минус 6 так гром брендал нам по-хорошему конечно ох тут мир сил еще нарисовался еще нарисовался мерси но наверное давайте пойдем враг возьмем он не дотянется сюда вот при всем желании он сейчас в адскую дыру не попадет гарнизона здесь нет но мы встанем вот так скрываться сильно не будем просто станем лагерем данный стек чуть продвинется каракла на в чузи ну давай давай уничтожим чтобы армии не было пока это легко агю 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 так изменение ветров давай я на наставника тебе возьмем тебе берем наставником тебе пока руны добиваем идем следующий герой но если я возьму такой масштаб но ты дотянешься если лагерем то вообще только через вот но нам надо наверное так делать хотя можно проверить целом гарнизон здесь слабенький поэтому лучше сейчас прыгнуть как можно дальше и на следующий ход уже ударить по карак думал неудача а мог бы сейчас такой маневр красивый сделать для нас а вай какой красивый им очень красивый еще пока цать мы потом подходим двумя стеками и он отступить ты не сможет и двумя стеками тут даже уже легендарный лорд он отлетит в мир иной более на ускорение даже шансов на отступление здесь мы как-то упростились и задачу эти армии можно будет уводить хотя одну может даже и оставить наш вертолетный батальон ну а это и надо идти надо идти сейчас и помогать по суше хоть по морю давай без разницы пока иди сюда надо идти помогать тем более этот стек уничтожен а значит сейчас начнется со стороны скавинов сборка еще одного топ стека для легендарного лорда поэтому имейте ввиду как говорится расслабляться еще не стоит имейте ввиду чтоб не поймали и не имели ввиду нас так ларгас ну ладно тебе надо восстановить потери здесь еще три хода потеряем просто из-за модернизации тебе башня храка башня храка защищена давай чтоб остановить потери к этому моменту заберешь у нас кийское поселение не будешь выдвигаться сюда ему обязательно нужно победить возможно один из стеков развернется тут ты не смогу сказать наверняка но положение зингл бэлс давай нападение на войска тебе дадим на следующий ход героев можно присоединить либо в принципе уже даже напасть на него можно сейчас сделать вот так торпедоносцы наша для гномов хотя фраза торпедоносные мои звучит двояко все таки из запоя ребята выходят не так уж просто гноме запой самый жестокий на такие вот они ну а что делать с этим стеком посмотрим это уже наверное в следующей серии разберемся тут может стоит объединить может стоит в город завести просто шанс распространения чумы и либо хотя бы рядом поставить в городе прям очень великой шанс что кто-то вылечиться это заново заболеет в общем будем крутить вертеть а вообще в целом данный стек ма-ла-дца вытянул на соплях данный бэл ну на сегодня все с вами был вера всем добра пока пока